Всем привет, мои хорошие! С вами Селена Суэй. Сегодня одна из моих наилюбимейших рубрик. Это я отвечаю на ваши вопросы по поводу отношений. Как всегда, очень много вопросов от вас приходит. Вам интересно узнать мое мнение, мой взгляд на те или иные вещи. Так, помощница моя тут пришла. Что случилось, Мила? Э, мама снимает? Вообще-то надо сохранять тишину. За годы практики, за годы работы над собой, мне кажется, я выработала какой-то такой взгляд стабильный, которым могу поделиться, которым хочу поделиться. И мне кажется, судя по себе, на сегодняшний день этот взгляд работает. Он реально делает жизнь легче. Поэтому я с удовольствием им делюсь. Нельзя так, к сожалению, знаете, снять видео, рассказать все секреты, весь взгляд. И все, и люди сразу думают, что что-то в этом есть, надо попробовать. Невозможно. Поэтому по чуть-чуть подобных видео я делюсь своим взглядом, как я мыслю, как я живу и благодаря чему я чувствую себя легко. На самом деле, очень многое зависит от взгляда. Именно как на ситуацию вы посмотрите. Поэтому, благодаря вашим вопросам, мы можем пролить свет на какие-то вещи. Да что такое? Милая, сейчас пойдешь в комнату другую. Вешеный ребенок. Итак, первая задала вопрос мне девочка в директ. Так как на него есть что ответить, я попросила у нее, можно ли озвучить это видео. Она согласилась. Поэтому не могу прочитать, как имя ее правильно. Шана. Не понимаю. В общем. Встречаюсь с парнем 5 лет. Живем вместе 1 год. У него нестабильная зарплата и работа. Я работаю и получаю стабильно. Где-то мои деньги тратим, где-то его. Постоянно ругаемся из-за этого. Хочется уже стабильности в жизни. Уверенность в завтрашнем дне. Хочется рассчитывать не только на себя, но и на него. Как на будущего мужа и отца, нашим будущим детям. Наших будущих детей, да. По отношению ко мне он хороший. Никогда не обидит словом и чем-то большим. Может быть, это я на какие-то вещи смотрю слишком серьезно. Может быть, нужно в каких-то моментах закрыть глаза и не тратить лишние нервы и мои, и его. На самом деле, первое, что мне приходит в голову, да. Я чисто интуитивно всегда отвечаю на ваши вопросы. Я своей интуиции доверяю, да, и тому, что приходит мне. Откуда? Оттуда, отсюда, да. И первое, что мне приходит, что... К чему я пришла даже, да, за все эти годы, что... Главное счастье в отношениях — это найти себе своего человека. У меня, на самом деле, тоже был очень разный опыт в отношениях. И точно так же в каких-то из отношений я чувствовала себя, да. Что вот хочется стабильности, вот хочется ясности, хочется какой-то защиты, да, для меня, для будущих детей. Пока я просто не пришла к тому, что нужно найти именно такого. А если он такой будет, то он будет такой с самого начала. Вы общаетесь с человеком и видите, что ему стоит доверять, потому что он ведет себя соответствующим образом. Вы видите его ответственность, потому что он опять же ведет себя соответствующим образом. Вы чувствуете себя с ним защищенной. То есть вы нашли своего мужчину, настоящего. На самом деле, чтобы это проверить, не надо так много времени. Уж точно не нужно года на это тратить, да. Может быть, ну, мне кажется, даже максимум один год, за один год, живя вместе, встречаясь, прям серьезно, да. Не так, что мы там раз в месяц встречаемся, а именно живем вместе полноценно. За один год вот так можно человека узнать. Во многих, и попутешествовать куда-то съездить, и в гости сходить, и отношения к родителям, и к детям увидеть, и к животным, да. И в целом, ну, если мы общаемся с человеком, мы о нем очень много можем узнать. Я могу узнать о человеке очень быстро, потому что я обращаю внимание не только на то, что он говорит, но и как он говорит. И вот эти моменты, конечно, они очень важны. Поэтому первое, что приходит мне в голову девочки, особенно те, кто еще не нашел пару, или только начинают с кем-то встречаться, или думают, по каким критериям выбирать себе парня, да. Просто выпишите себе список, какого парня вы хотите, какими качествами он должен обладать, что для вас важно, что для вас на первом месте, а что для вас может быть тогда где-то на десятом, на что можно закрыть глаза, а на что нельзя. У вас это четко должно быть прописано внутри. И тогда вы найдете себе мужчину того, которого хотите, не тратите время на других. Что в такой ситуации делать, как у вас сейчас, мне сложно сказать, потому что я от отношений трудных всегда уходила. Рано или поздно уходила. И чем чаще это происходило, и я встревала, как говорится, встречала не того мужчину, и была недовольна, и была несчастлива, как женщина, и была не защищена, и была не уверена в этом мужчине, чем больше был у меня опыт, тем быстрее я просто расставалась с этими мужчинами. Соответственно, пока не нашла того самого, с которым как бы сомнений нет, не было, в принципе, за все время нашего общения. Всегда можно попробовать. Конечно, всегда можно попробовать, позакрывать глаза, попробовать так себе повести, посмотреть, попробовать так себе повести. Пять лет вместе вы написали, это, конечно, большой срок, и мне кажется, что обычно с годами отношения должны, наоборот, притираться, крепнуть. Человек уже должен точно понимать, что вы его, а он ваш, да, и что вы уже за пять лет уже родные люди друг к другу, и готовы для друг друга на многое. Но если спустя пять лет, наоборот, как-то все происходит, да, ссоры какие-то там, может, увеличиваются, мне кажется, наоборот, в начале отношений должна быть притирка, это нормально, как бы, да, люди разные, они обрисовывают свою территорию, там, захватывают власть, вот это вот, да, кто у кого как, кто как, да, и как бы все стабильно, когда уже поняли, выяснили отношения, кто где, да, кто главенствует может, а кто там нет, кто сильнее характером, а кто нет, кто больше где-то любит, да, кто меньше, ну, по-разному, да, и вы просто понимаете, у кого какое место в отношениях примерно, да, кто, кто что себя отвоевал. Ну, лично я так вижу, что отношения это все время какая-то борьба за власть. И когда вы уже пришли к какому-то, да, соглашению в отношениях, дальше все должно быть на увеличение, мне кажется, наоборот, вот, да, какое-то нарастание вашей общей такой вот, все, вы уже как бы не друг против друга стоите, а спина к спине, и вот как бы защищаете себя где-то, да, поднимаете себя в этом мире, вдохновляете, но вы как одно целое, уже ни в коем случае не должно это быть направлено друг против друга. Есть люди, которые смотрят на, казалось бы, со стороны мелочи, да, но на них смотрят очень серьезно, я могу даже себя к ним отнести. Для меня есть вещи, они могут казаться со стороны, это всего лишь со стороны кажется, что они мелочные и не стоят внимания, но бывает из какой-то мелочи, может, не то, что даже может, а часто, из мелочей вырастают большие проблемы. Просто зависит от того, какого характера эта мелочь, да. Ну, мелочь, когда человек, например, там, из кармана достал тебе деньги, там, да, и не сказал тебе об этом, и пошел там что-то себе купил, к примеру, да. Ну, казалось бы, мелочь, но там общий бюджет, ну, не сказал, ну, там, отчет туда-сюда. А с другой стороны, ну, ты, может, рассчитывала на эти деньги, да, а вообще, что это он как-то не сказал, вообще, почему он ко мне в карман полез, да. Ну, то есть, понимаете, да, о чем я говорю, я просто пример такой привела, какой первый в голову пришел, ну, в целом. И для меня какие-то есть, например, принципиально важные вещи, да. Мы, может быть, все не оговорим в начале, да, но когда это случается, как бы, да, оно может иметь такие большие последствия. Поэтому для кого-то это может быть мелочь, а для вас это может быть что-то серьезное. Поэтому вы сами должны для себя определить, на что вы можете закрыть глаза, может быть, вы даже попробуйте в отношениях закрыть на это глаза, а на что не можете и не хотите и будете вот просто все-все-все-все, гори все огнем, я никогда этого не приму, я не хочу, чтобы так было, да. Вот, поэтому вы можете поэкспериментировать со своим парнем, попробовать закрыть глаза на что-то, да, попробовать не тратить нервы. Но на самом деле главное в этом во всём не обманывать себя. Если вы такие раз, типа закрыли, типа это мелочи, живём хорошо, фасад хорошо, у нас всё хорошо, а на самом деле понимаете, что вас беспокоит это, 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 вы переживаете за своё будущее, за своих будущих детей, вам не нравится этот момент, этот момент, этот момент, вы сядете, берёте список и пишете, что вас не устраивает и какого бы мужчину вы хотели, а потом трезвым вообще умом взгляните на эту картину и понимаете, что с вами совершенно другой человек и вы не слепите, и вы не слепите из него другого, да, ну, тогда надо делать выводы, как бы принимать решение и смотреть дальше, что вы хотите всё-таки, да, и в первую очередь, конечно же, хотите изменить ситуацию, меняйте себя, потому что людей вокруг очень сложно изменить, не то что сложно, практически невозможно, люди не меняются, вот, и если уж и заниматься этим, ты такой кропотливый и неблагодарный труд, возможно, когда вы его поменяете, он уже выберет себе совершенно другую женщину, поэтому, 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 главное не обманывать себя, я всегда прислушиваюсь к себе, я считаю, что женщина в отношении, какие бы они ни были, возможно, ещё будут сейчас подобные вопросы какие-то, да, она должна каждое утро, вот я считаю, что женщина должна жить так, она должна каждое утро вставать и спрашивать себя, счастлива ли она, на своём ли она месте, чувствует ли она, что это именно та жизнь, о которой она мечтала, если на какие-то из этих вопросов она ответит нет, сразу же она должна себе ответить, что я должна сделать для того, чтобы я шла именно к своей цели, а тот ли рядом со мной человек, чувствую себя ли я счастливым с ним, да, если про отношения там говорить, да, доверяю ли я его, люблю ли я его, хочу ли я другого, а есть ли лучший мужчина для меня, да, и то есть из ответов логично вы можете понимать, да, счастливая вы и тот ли мужчина рядом с вами. Лично у меня, честно, задаваясь такими вопросами, даже не задавалась такими вопросами, потому что что их задавать, у меня всегда была полная жопа в отношениях, полный разгром, раздрай, какие бы эти отношения ни были, даже если были какие-то, казалось бы, со стороны идеальные отношения, я чувствовала себя, что это не моя жизнь, это не моё, всё слишком стабильно, всё слишком спокойно, никаких целей, никакого рвения, никакой реализации, да, просто стабильная, хорошая, спокойная жизнь, да, и вроде уверенность в завтрашнем дне, ну, скучна, и не растёт она, и нет чего-то такого в жизни, да, и вот даже это заставило меня однажды уйти, там, да, от парня. На сегодняшний день, вот, как только я встретилась со своим мужчиной, да, вот, я просто про себя говорю, я знаю, о чём я говорю, это не просто фантазии какие-то, я вам серьёзно говорю, через какое-то время, буквально, там, месяц-два, наверное, когда мужчина мне, ну, то есть, у меня были принципиальные вещи, которые мужчина должен был сделать, да, то есть, я должна была увидеть серьёзность, для меня серьёзность проявлялась в каких-то финансовых моментах, человек должен был мне довериться, первый, первый, потому что я женщина, и я понимаю, что есть мужчины, которые, там, обожжены, они, там, боятся, там, обжечься, что их женщина обманет или ещё что-то, я не люблю трусов, я люблю смелых мужчин, я люблю, когда мужчина увидел, победил, понимаете, а для этого все средства хороши, он видит цель, не видит преград, если ей нужно это, и он, ну, как вы понимаете, да, хочет добиться, он берёт и делает то, что нужно делать, то, что нужно ей, чтобы она была спокойно защищённой и так далее. Мой мужчина прекрасно знал, что мне нужно, он всё это сделал, он человек-слово реализовал, меня это покорило, всё, он сделал даже больше, чем я ожидала, покорил меня, и всё, и с того дня я поняла, что это мой мужчина, просто заодно это, да, и, соответственно, за этим качеством потянулись и другие, которые меня ещё больше радовали, да, и после этого, честно, я каждый день, вставая утром с кровати, просто улыбаюсь, потому что я счастлива, я счастлива, что я живу своей жизнью, именно с тем мужчиной, которого я хотела, и именно в том месте, где я хотела, и именно так, да, если, например, что-то меня там не устраивает, то это такие мелочи, которые можно изменить там в течение недели, это, конечно, мелочи, да, но глобально, глобально, если вы живёте не так и не видите света в конце тоннеля, как это всё дело изменить, это очень плачевно, и с этим надо начинать работать, ну, иначе всё, жизнь грусть, депрессия и всё такое, да. Вот так вот развернуто я ответила на этот вопрос, желаю вам ясности в голове, смелости, вот, и счастья, счастья, где и с кем бы оно ни было. Так, теперь мы идём к нашему посту, и первый вопрос мне бросается в глаза у Лян Дина. Я надеюсь, я правильно прочитала, сложное имя. Сейчас ты живёшь отдельно от мужа, уже долгое время раздельно. Не боишься ли ты, что когда вы будете жить вместе, то может быть жёсткая притирка друг к другу, и ты поймёшь, что тебе лучше и легче жить одной с ребёнком? Я уже говорила, отвечала где-то на этот вопрос, что я не боюсь, потому что в моей голове, я не знаю, не все, наверное, это всё строят, но в моей голове развернуты тысячи вариантов, как может сложиться наша жизнь. И к каждому из них я, в принципе, готова. Единственное, к чему я не готова, это к какой-то, знаете, полтергесной жести, да, там из фильмов ужасов, что-то такое, да, ну, то есть, понимаете, все варианты возможны, а это значит, что у меня вот и до, понимаете, фантазия гуляет. Вот, но, как бы, если в пределах разумного, то я понимаю, как оно может быть, и, конечно, ко всем вариантам я готова. Я уже понимаю, что жизнь непредсказуема, как бы, и нужно готовиться ко всему. В целом я не боюсь, вполне возможно, что может быть и так, вполне возможно, что мне будет дискомфортно как-то вдруг, да, а, возможно, ему будет дискомфортно, тоже неизвестно, да, то есть, как со мной жить, может быть, со мной будет сложно, да, но в первую очередь мы нацелены на то, чтобы все было хорошо, и мы достаточно гибкие люди в этом смысле, что касается каких-то нежестких принципов жизненных, да, о какой-то бытовухе, вот, достаточно гибкие, вот. И я знаю себя просто как женщину, как, да, какая я могу быть, и, в принципе, знаю, что нужно моему человеку. Я думаю, что все будет хорошо, но будет как будет. Влад Лена задает вопрос. Мой мужчина находит проблемы там, где их нет. Взбешивается, повышает тон и совсем перестал фильтровать, что говорит. Сегодня был скандал на ровном месте. Он меня послал на три буквы и, как обычно, начал говорить, как я его задолбала в матах. Ситуация в том, что мы уже расходились. Он меня возвращал, говорил, что будет любить, ценить, обижать не будет, будет делать счастливое. По итогу, конечно же, это оказалось пустые слова. Я ему напоминала об этом, но он считает, что виновата во всем я. Человек, когда хочет найти проблему, он ее находит. И, видимо, именно этим он и занимается. Только не пойму, для чего. Недавно он начал в матах со мной разговаривать при чужом человеке. Из-за того, что я сказала, что мне не нравится, когда видится с друзьями, не сказать мне об этом. По итогу, он меня позорит при чужих людях, разговаривая со мной так, что делать, не знаю, уже страшно что-либо говорить. А то вдруг мне понравится, и я начну нервничать из-за его психа. И почему так происходит, тоже неясно. Хотелось бы донести до него, и чтобы это исправилось, но как, тоже неясно. Либо же уходить, да и все. Легкое решение проблемы. На самом деле, вот здесь я не согласна. Уходить – это самое сложное решение проблемы, я считаю. Сейчас дочитаю, скажу. Да можно избегать скандала, если я просто промолчу и уйду. Но почему я должна терпеть к себе такое отношение? Человеку 34 года, а он разговаривает со мной на матах и посылает меня. Я этого совсем не понимаю. Что за воспитание у мужчин порой бывает? Может, ты сможешь сказать свое мнение на этот счет? Мне этого совсем не хватает, конкретного мнения, как есть. Ну, как есть я точно не смогу сказать, потому что, как минимум, я знаю одну только историю, да, вашу историю. Еще есть, существует его история. И ему тоже, может быть, что-то не нравится именно, поэтому он психует. Да, есть такие люди, возможно, которые находят проблему там, где ее нет, по сути, да. И мне вообще кажется, что мы все такие люди, по сути, да, вот если прям в суть копнуть, то по сути нет проблемы. Любую проблему можно так разложить, и как бы нет проблемы, какая бы она ни была. Но у всех ситуация, в которой может быть тяжело как-то, да, и ты видишь эту проблему, она разная, да. Для кого-то там кирпич на голову упал, проблема, да, а кого-то там вот кофе с утра не попил, проблема. Ну, к примеру, понимаете, да, масштаб проблем у всех разный. Поэтому я считаю, что одно из таких важных моментов – нужно не недооценивать проблем других, и, ну, более трепетно и с пониманием стараться относиться к проблеме других людей. Потому что никому не нравится, когда их проблемы не берут в расчет. Человек, правда, может нервничать из-за чего-то, его может беспокоить, особенно если он там бесится сильно, да, и нужно стараться понимать эти проблемы, попробовать, постараться их решить. Ну, как бы это в первую очередь. Потом уже надо смотреть, насколько человек адекватно вообще относится к жизни и к ситуациям, потому что если у него реально какие-то проблемы, уже как бы все разобрали, все поняли, а он реально вот, знаете, такой вот мазохист и кайфует, и прям вот от всего этого. Но это другой момент, вот как бы уже вам выбирать, да, быть с таким человеком или нет. По поводу, вот, кстати, легкое, самое легкое решение – уходить. Мне вообще кажется, что, если честно, это придумали люди, как раз-таки, которые боятся уходить, для которых это решение очень-очень сложное. И они подумали, а что, ушел и все, ушел и все, нет, давайте работать. А на самом деле часто работать нет смысла. Люди не меняются. В отношениях может быть такая жопа, такая жесть, когда там, я не знаю, и рукоприкладство, и какие-то обманы, и, я не знаю, и просто, ну, больные отношения. Отношения, ну, это сплошь и рядом, сплошь и рядом реально проблемных отношений очень много. И давайте сохранять, давайте сохранять семью. Я считаю, что вообще зачастую расстаться – это одно из лучших решений. И, возможно, даже тем самым можно сохранить отношения какие-то, чем прям в отношениях насильно, когда у вас уже проблемы, вы просто добиваете, доедаете друг друга, а потом, когда все уже полностью, полная жопа, вы просто расстаетесь и ненавидите друг друга. И просто видеть друг друга не можете. Все уже, и ничего не вернуть. Порой даже отношения можно вернуть тем, что просто вы вовремя расстались. Расстались, подумали, поняли, что хотите быть вместе, сошлись и уже цените друг друга больше. Поэтому я заметила вообще, вот особенно Дом-2, вот я смотрю, да, они ведь мыслят шаблонами, очень многие проблемы решают реально шаблонами. Это не то, что там Дом-2 прям такая дурка, да, там, и они… Нет, я замечаю, что люди так и думают вокруг. Вот встречаешься, общаешься, многие говорят, ой, Дом-2, да, они там дебилы. Да, дебилы вокруг. Просто здесь мы их видим в одном месте, всем собранные. И там не только участники, да, которые там живут, кажется, дебилами, да, но и те люди, которые разбирают все эти моменты и говорят, вот почему вы делаете так или и не иначе, а давайте сохраним семью, а давайте вот то или это. И я порой смотрю и думаю, боже мой, что они делают? И не только они, да, а люди в целом в жизни, то же самое всё происходит. И они мыслят именно вот этими в Доме-2, да, вот этими шаблонами, которыми мыслят все люди вокруг. Расставание самое лёгкое, это вы везде можете услышать. А я считаю, что расставание – это самое тяжёлое, и люди не могут расстаться. И порой, блин, проблема-то всего-то была в том, что ты просто не ваш человек, вы нашли не вашего человека. Зацепились, какие-то чувства, притирки, страхи. Очень часто, когда мы находимся с человеком, который нас не удовлетворяет, да, он нам не нравится, он нас где-то там обижает, у него поведение ужасное, мы постоянно в шоке, мы постоянно нервничаем, какие-то отношения, до чего же мы не уходим? Потому что мы боимся. И всё, что нас заставляет с ним держать, это уже далеко не влюблённость там и любовь. Влюблённость, она держится очень мало. Всё остальное – это привязанность, это страх одиночества, это комплексы какие-то, когда ты думаешь, что я никого не найду, а кому я нужна такая, да? Или он такой прекрасный, сейчас его кто-нибудь заберёт, понимаете? Лучшего я не достойна. Я вижу вот это всё в девочках, которые считают, что самое лёгкое – это уйти. Нелёгкое, нелёгкое, сплошь и рядом, нелёгкое. Люди не могут расставаться, тяжело. Всё очень сильно их держит. И они придумывают себе любые обравдания. Это любовь, это семья, это дети, это деление имущества. Что угодно они себе придумают, чтобы не расставаться. Поэтому это самое сложное. Вот. И что вам здесь делать? Вот правда, знаете, иногда есть истории, и ты как бы, ну, слушаешь, да? И вот раз-раз приходит сразу. А здесь, пока я читала вас, мне прям хотелось услышать его версию. Потому что мне кажется, что ему тоже есть что сказать. Ситуация, где вы говорите, что при друзьях он начал вас что-то психовать на вас, да? При друзьях. Так, если он начал это при друзьях, ну, как бы у меня вопрос сразу. Вы, наверное, при друзьях просто сказали, что вам не нравится, да? Вот что он там с друзьями, вас не предупредил. Вы это ему наедине сказали или при друзьях? Просто обычно, если что-то не нравится, человек сразу как бы, да, реагирует. Или вы ему сказали где-то наедине, а потом пришёл друг, и он прям при друге начал вас чехвостить. Как бы вот детали здесь мне, да? Или вы при друге сказали, что вам что-то не нравится. Просто можно, да, там не наезжать, как-то корректно сказать, но вы просто это сказали при постороннем человеке, и это уже может не понравиться, да? Типа, почему ты мне такое говоришь при постороннем? И тогда отчехвостил. А первое, вот что вы написали, сегодня был скандал на ровном месте, он меня послал на три буквы, как обычно, начал говорить, как я его задолбала. Как я его задолбала в матах. То есть послал на три буквы, и начал говорить, что задолбала в матах. Я понимаю, что вы, наверное, материтесь. И вот он, наверное, ответил вам, послал вас на три буквы, да, и начал ругаться, что вы задолбали в матах. То есть, наверное, вы с ним сначала разговаривали на матах, а потом уже в конце концов он вас послал на три буквы и начал ругаться по поводу вашего мата, да, вот, и в конце я вижу, ну, то есть вот из того, что написано, да, я могу ошибаться, но вот я как-то вот, и теперь вы говорите, что совсем не понимаю, что за воспитание у мужчин порой бывает, вот, воспитание, я считаю, что девушка, которая разговаривает на матах, это же тоже говорит о её воспитании, да, то есть если, ну, даже если она отвечает на какой-то конфликт, вот, например, а моё воспитание, это тоже говорит обо мне, подходит ко мне парень, да, какой-нибудь неадекватный, начинает себя вести, и тут даже больше не воспитание, а нас уже, знаете, нас воспитывают детьми, а потом уже мы как-то сами самовоспитываемся, самовоспитание здесь тоже играет роль, не нужно всё валить на родителей, да, и, допустим, два варианта, да, мне, либо вести себя так же неадекватно в ответ, показать, насколько неадекватно могу быть я, либо мне просто устраниться из этой ситуации, да, и, как минимум, два выбора, есть ещё тысяча вариантов, как можно себя повести, да, но два таких крайних, либо уйти, либо, как бы, начать точно так же, да, подходит к вам парень, ну, слышь, ты там, ты чё, чекуля, там, или давай познакомься, девчуля, можно ответить, сказать, слышь, ты баран, козёл, ты чё, ты какого, да ты знаешь, кто я, да, или сказать, извините, у меня есть муж, я замужем, мне надо идти, да, и ушли спокойно, понимаете? Поэтому, то есть, если к вам претензия о матах идёт, это уже говорит о том, что вы разговариваете с человеком на матах, и неважно, как человек себя ведёт по отношению к вам, опять же, выбор, как повести себя, есть разный. Если вы разговариваете с мужчиной на матах, соответственно, как бы, здесь уже сложно привлечь к воспитанию человека, да, ну, вот, опять же, чтобы воспитывать человека, пытаться до него что-то донести, в вашем лице должен быть хороший пример. Что бы он ни делал, не нужно показывать этот плохой пример, да, то есть, кидаться там на, ну, кидаться на человека, бить его, кричать матом. Вот лично я для себя, если я уже веду себя так по отношению к мужчине, кидаюсь на него, разговариваю с ним там на матах, посылаю его на три буквы, ну, я уже как бы с таким мужчиной не встречаюсь, всё. То есть, если я сделала только один раз, дальше уже не будет отношений нормальных, да, это только могут быть болезненные отношения, которые рано или поздно закончатся, и я не могу из них уйти, именно потому что я чего-то боюсь, или я привязана, или у меня какие-то проблемы. Поэтому вот в вашей истории много-много у меня вопросов возникает. Следующий вопрос. Как ты думаешь, могут ли быть отношения, где мужчина старше на 20 лет счастливые? Я считаю, всё возможно. Может быть. Селена, привет. Муж после свадьбы очень изменился. Ощущение, как будто расслабился, перестал работать, ухаживать за мной. Пять месяцев живёт за мой счёт, не приносит ни копейки в семью. И ещё обвиняет меня в том, что я меркантильная, и что мне от него нужны только деньги. Мне кажется, что он больше меня не любит. Сейчас мы живём раздельно. Он мне звонит и только и делает, что оскорбляет меня, обвиняет во всём. И самый край – это то, что он стал мне угрожать. И мне порой страшно даже по улице ходить. Я с ним уже точно быть не хочу. Мне непонятно только одно – это брак его так резко изменил? Или он и был таким низким человеком? А я просто закрывала на это глаза, потому что любила его. И как ты считаешь, нормально ли это, что муж сидит на шее жены, и при этом ещё обвиняет её в меркантильности? По поводу последнего вопроса, конечно же, я считаю, что это ненормально. Вообще, я считаю, что мужчина должен тащить свою семью. И по поводу брак ли это его изменил, или он был таким человеком, я думаю, что настолько кардинально люди не меняются. То есть он может расслабиться где-то, может быть какие-то минимальные изменения, но такие кардинальные, что прям был хорошим и стал вот таким, я думаю, что он и был таким. Если вы сами даже отвечаете на вопрос, что, возможно, его так любили, то, скорее всего, это имеет место быть. Скорее всего, вы его так любили, что ни на что не обращали внимания. А после того, как расписались, человек расслабился и подумал, о, всё, она моя уже, уже вообще можно никуда не деваться, можно уже вообще ничего не делать даже, и пусть работает, и кормит меня. А у вас, наверное, наоборот как-то, да, открылись глаза после свадьбы. Штаб на самом деле, на самом деле он бывает, играет роль, да, особенно для большинства людей, это что-то такое важное, да, многие девушки, они почему-то чувствуют себя защищённее в браке. Хотя я считаю, это полная иллюзия. Не знаю, ну, разве что, там, мужчины, они супербогаты, да, и вы расписались без контракта, и просто после росписи, да, что бы ни случилось, ты половину уже имеешь, право наполовину, да, то есть в этом смысле, да, вот, правда, защищённые. Но если они ничего не имеют оба, да, к примеру, и штаб в паспорте, не знаю, я не понимаю, как можно стать уверенной в мужчине просто после росписи. Ну, для меня это непонятно, для кого-то это работает, да. Мужчины то же самое, почему-то считают, что всё там, женились, то всё, и как бы жена всё сидит дома, и как бы, у кого-то бывает даже и страст проходит какая-то, да, да, там, ну, всё, поженились, как бы, как будто на ключ друг друга заперли. Ну, в общем, у всех свои взгляды по поводу брака, и бывает, что действительно он меняет потом, да, смотря какие у кого-то раканы по этому поводу были в голове, вот. Если никаких, если для кого-то это такая формальность, то оно ничего не меняет, но для кого-то меняет. Вот. Желаю вам хорошего разрешения этого всего, он тут даже вам ответили вроде, бегите бегом, пишет кто-то, взрослого человека не перевоспитаешь, а с криков и угроз всё начинается. Одна дождалась уже, что руки отрубила. А, это, наверное, пусть говорят, передача, да, была? Силь, привет! Катя Катёна задаёт вопрос. Как ты думаешь, возможно ли между мужчиной и женщиной восстановить те же чувства, что были в первые часы, дни недели знакомства? Ведь эти ощущения от общения какие-то необычные, будто и правда бабочки в животе. Могут ли быть именно такие же чувства, скажем, после 10 лет совместной жизни? Твоё мнение. Моё мнение, что нет, что вообще всё меняется каждую минуту, и уже не вернут, и никогда не повторить того, что было. Я даже до сих пор ловлю себя на ощущениях таких, что я пытаюсь поймать какое-то, вот знаете, было то, что в 20-25 лет, какое-то ощущение там вот отдохнуть, сходить в то же место с теми же людьми, такой же праздник. Но нет, у тебя меняется сознание, меняется взгляд с годами, и, к сожалению, то, что утекло временем, каждое мгновение, оно новое, и оно каждый раз новое. Нет ни одного похожего мгновения на то же, да? К сожалению, как бы ты ни старался, ты уже не можешь вернуть всё это. Ну, что касается влюблённости, вот эти бабочки, это эйфория, это вот тот вспрызг, да? Оно именно и случается, именно из-за того, что очень часто влюблённость случается, именно потому, что вы человека ещё не знаете совершенно. Больше даже влюбляетесь в какой-то свой собственный образ. То есть вот, если у вас человек, да, играет, я считаю, во влюблённости, да, играет какая-то связь, возможно, и в прошлых жизнях, вы были вместе, знакомы, да, сыграла какая-то связь, то есть, хоп, всё, связь поймали, знакомый человек, интересный, симпатичный, всё. И дальше от того, что вот нравится, да, оболочка, мне кажется, мы внутренне наделяем этого человека, оно всем прекрасно, сразу. Он самый умный, он самый красивый, он самый-самый-самый-самый, всё у него зашибись, и жизнь, и любовь, и всё у нас будет прекрасно, и всё, и мы мир весь видим таким, да, возможность вообще увидеть, как мы можем чувствовать эти мысли, да, это без каких-либо веществ, мы просто, весь мир, он светится, он другой, он просто какой-то волшебный, да, и столько возможностей, а когда ты рядом с человеком, так вообще там, вообще просто бьют фонтаны какие-то, да, и мне кажется, от того, что вот именно мы наделяем даже внутренне вот человека, да, ожидания, вот что такое, 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 потом, когда проходит время, рано или поздно всё кончается, да, вот эти чувства часто можно увидеть, как быстро они проходят, да, потихоньку, потихоньку всё-таки человек имеет свои какие-то качества, да, не те, что мы ему придумали вначале, и просто со временем мы начинаем видеть, видеть и обращать внимание, хочешь, не хочешь, но ты всё равно обратишь внимание, как бы ты не заставлял себя слепо верить в то, что это именно то, что ты нарисовал, да, всё равно ты увидишь, как оно есть где-то, да, может, верить не захочешь, но ты увидишь, помогут тебе близкие, родные и так далее. И, конечно, всё это проходит, потому что вот эта вот влюблённость какая-то, вот эти ожидания, да, всё это такое немного иллюзорное, вот, ну и вообще вот сами эти чувства, они проходят, появляется что-то другое, да, там, более качественное, какие-то другие примеры, потому что всё меняется, невозможно ничего удержать, к сожалению, и повторить уж через 10 лет тем более. Это именно от того, что, да, мы ещё не знали друг друга. Привет, Селена! Вы с мужем жили какое-то время вместе или сразу получилось так, что пришлось жить на расстоянии? Да, мы не жили вместе ещё, мы на расстоянии с самых первых дней нашего знакомства. Является ли нормой, если женщина первая предлагает узаконить отношения, так как мужчина об этом и речи не заводит, хотя вместе уже 5 лет, и ребёнку 4 года. А я бы завела речь, ну, как бы завести речь об этом вполне себе нормально, и даже бы перед тем, как забеременеть, вообще узнать взгляд мужчины на то, на брак. Если вы никогда не интересовались, то, возможно, самое время узнать вообще, как он смотрит на брак, что это для него, боится он, не боится, хочет ли он жениться, или как он смотрит, вообще. И вообще, и вы как вот уверены в нём, не уверены, почему вам важен этот брак, что он там может изменить, для чего он вам нужен, на что он может повлиять. Все вот эти моменты... Странно, что вы 5 лет вместе и задаёте такой вопрос, честно. мне сразу кажется, что вы очень мало разговариваете со своим мужчиной. Мне кажется, это одно из важных вещей, которые прямо на ранней стадии отношений как-то узнаются. почему я так говорю, потому что вы 5 лет вместе, мужчина не заводил об этом речи, за 5 лет, я так понимаю, да? То есть 5 лет вы вместе и ни разу не заводили тему на эту тему, правильно я понимаю? То есть он ни разу не заводил эту тему, а вы вот как бы думаете, сейчас предложите ему первое, правильно? То есть вот это мне говорит о том, что вы мало общаетесь, потому что я считаю, что этот вопрос один из самых важных. Следующий вопрос. Подруги, как завести друзей в чужом городе и нужны ли подруги? Ой, слушайте, я считаю, что да, нужны подруги, нужны подруги. Вот мне вот даже, мне кажется, хотя нет, всегда, всегда как-то вот хочется разделить с кем-то. Вот мне нужны подруги для того, чтобы сходить куда-нибудь вместе, разделить какую-то радость от просмотренного фильма, потрещать в целом, о жизни, о высоком, я не знаю, съездить вместе куда-то, пофотографироваться вместе, покушать вкусно где-то вместе, заночевать как-то вместе, ну вот радости какие-то делить, да, что-то прикольное делать. И, ну, одно, конечно, тоже хорошо, я могу и сериальчики посмотреть, да, и сама могу сходить, но вдвоем или втроем все же веселее. Где-нибудь посидеть, вина попить, просто даже атмосферно, да, прогуляться, что-то устроить, за границу куда-то поехать, всегда интересно с кем-то вместе разделять впечатления. Вот мне нужны друзья, они мне необходимы для того, чтобы вот радость, которая в моей жизни случается, да, и какие-то новые впечатления, я хочу делить с близкими людьми. И мне кажется, что подруги, как никто, да, например. Ну, понятно, что семья, там, и близкие, родители, например, мама у меня не везде любит выезжать, да, вот с мужчиной сейчас вот как бы нет возможности. Мне подруги сейчас вообще важны в моей жизни. Слава Богу, они у меня есть. Как завести друзей в чужом городе? Ну, я считаю, что просто нужно выходить в люди, на какие-то курсы пойти, к обучению, там вообще легко очень найти. Я всегда, когда куда-то ходила обучаться, все время с кем-то находила общаться, и девчонки там и после занятий где-то сидят, и как-то, если вы найдете вашего человека, вам с ней интересно, ей с вами интересно, ну, все, ой, вы будете там раз-два встречаться. Я не знаю, в чужом городе, но если вы одна, конечно, то, ну да, это вот куда-то вот так выходить. На танцы можно пойти, на сальсу, они все время клубы какие-то делают, они там танцуют, мне кажется, в каждом городе есть какой-то клуб танцоров сальса, один из самых простых, и вы еще и парня можете там найти, если у вас нет его, да, и, соответственно, с кем-то познакомиться, вечеринки какие-то замутить, да, ой, я не знаю, какой-то, не знаю, клуб читателей, там, каких-то книг, вот что вам нравится, да, там, на вокал пойти, тоже там, какие-то вокальные, поете-поете, потом вокальные собираете, там, как он называется, в общем, поете друг для друга, как-то все это сближает, в общем, вот в этом смысле, курсы, обучение какое-то, куда-то пойти, легко найти, не так, чтобы, знаете, в парке или в ресторане все, ладно, ищешь себе подругу, это не то, вот, что-то такое должно быть. Ну, если они вам нужны, если вы чувствуете необходимость. Расскажи, что думаешь о финансах в отношениях. Лучше вести совместный бюджет или когда все основные расходы берет на себя мужчина, а женщина оставляет свои деньги себе или каждый должен платить за себя? Так, смотрите, могу сказать, что первое, что мне пришло в голову, что женщина должна вести весь бюджет, и мужчина должен отдавать все деньги женщине, и она должна вести себе бюджет. Но сразу же пришла вторая мысль, что бывают, мужчины тоже ведут очень хорошо бюджет, а женщины наоборот не умеют. Транжирят деньги, никак не могут их... То есть, прихожу к выводу, к такому, что бюджет должен вести тот человек, кому можно доверить деньги, кто более с ответственностью относится к этому, кто, может быть, рассчитывает, и на продукты рассчитывает, и на поездки, и на шмотки какие-то купить, подарки и так далее. Возможно, это тот, кто их и зарабатывает, да, вот, и там выделяют кому-то что-то, да. Ну, кто зарабатывает, я имею в виду мужчина, то есть, в моем, в моей картине отношений, мужчина – это тот человек, который зарабатывает основную часть дохода в семью, и как бы это его должна быть главная цель – обеспечить свою семью и своих детей, и сделать возможным так, чтобы женщина, если она сейчас работает, при нежелании работать, или при каких-то обстоятельствах, она могла спокойно сидеть дома и чувствовать себя прекрасно, и он бы чувствовал себя прекрасно. Мне кажется, это одна из главных целей жизни мужчины в отношениях, вот, и чтобы его семья ни в чем не нуждалась при этом. Соответственно, он может ввести главный бюджет весь, да, выделять там деньги там на что-то, да, либо это как-то все, не знаю, по умолчанию, спокойно, свободно, там, или доступ в кошелек, там, и так далее. В моем случае мне мой мужчина доверяет, поэтому, в принципе, как бы, я контролирую весь денежный поток, вот, и как-то, ну, как бы, у меня все под контролем, вот, ну, вот, если я за себя, за себя за одну говорю, да, то у меня все под контролем, у меня есть свои деньги, которые, как бы, я трачу, как хочу, и у нас есть общий бюджет, который приходит от моего мужчины, да, и это, как бы, контролирует, ну, я все контролирую, он свои деньги контролирует, и я его, наши, я наши деньги контролирую, да, я считаю, что это лучшая модель если женщина ответственно если ей можно доверить деньги то лучше пусть женщина все это дело контролирует а мужчина себе со своей зарплаты оставляет там на свои какие-то нужны что ему нужно вот это вот это вот это вот это все отложил остальные все деньги если это не 1000 рублей конечно большую часть он отдал своей женщине которая знает что купить там что покушать распределить до что детям купить там себя чем-то порадовать дом что-то нужно купить и так как уют дом очаг уборка готовка и дети это как правило все на женщине да конечно же она лучше знает как эти деньги распределить и более ответственно возможно даже подойдет поэтому я бы если бы была мужчина я выбрала себе бы такую женщину которой можно доверять деньги и делала бы именно так я бы отдавала деньги все своей женщине оставляла бы себе то что мне нужно на мои нужды там и так далее да ну как бы это все может быть даже открыто это не так что там засухарили какие-то деньги спрятали получили 30 тысяч сказали у меня всего 20 нет так пришли сказали так вот зп такая мне нужно вот это это я беру на свои расходы это все в семью дорогая трать как хочешь сэкономишь на чем-то купишь себе косметики да то есть но все деньги вот они тебе да а вот это вот часть мне на вот это вот это нужно и женщина должна быть тоже согласна с этим что он там не на стриптизер эти деньги тратить а например там свою мечту собирает ну вы понимаете вот такой взгляд как начать строить новые отношения после долгих отношений с мужчиной и тираном а если есть возможность отдохнуть от мужчины и тирана то я рекомендую вам отдохнуть и посвятить прям вот себе время любимое любить себя холить леять ходить на спа ходить на какие-то курсы опять же саморазвиваться читать книжки смотреть сериалы баловать себе вкусняшками там или наоборот баловать тренажерным залом вот поехать куда-то с подругами проводить время чтобы никто вообще вас не контролил и вот вы все для себя для себя как только вы расслабитесь все равно вы в обществе да там знакомитесь и так далее так далее просто находите мужчину обращать внимание на того который будет вас носить на руках который кардинально не тиран и все как строить ваше внутреннее я вам подскажет когда это строить главное не нарваться на тирана вот интересный вопрос от кейт селена привет вы очень хорошая с нетерпением жду ваши влоги если можно расскажите пожалуйста самый любимый момент или самое любимое воспоминание про своего мужа какая мысль о нем а приносит вам тепло в душе честно тепло в душе ну мы с ним общаемся каждый день и каждый день я не устаю восхищаться вообще качествами потому что я каждый день вижу проявление каких-то качеств моего мужчины поэтому каждый день я не устаю восхищаться и просто того что он звонит и он на связи у нас есть возможность общаться общаться и строить планы на будущее мне уже дает тепло но я вам даже скажу не воспоминание какие-то из прошлого да я больше смотрю в будущее я не люблю я люблю пообщаться до прошлом так нет нет но вдохновляет меня по жизни это фантазии мечты о будущем и фантазии которые мне согревают тепло до мечты даже не фантазия мечты это как мы вместе с ребенком троем или может быть вчетвером едем летим куда-то где море где песочек где все красиво и вот я вижу как мы гуляем по пляжу как мы кушаем вкусняшки как мы обнимаемся и просто счастливы как мы говорим о том что как прекрасно что мы здесь что мы дожили до этого момента до что имеем возможность все испытывать это представляю банальные вещи просто как мы едем на машине куда-то мы идем в кино куда-то как мы дома я готовлю ужин а он играется с ребенком например да чему-то его учит или представляю как я например там дома у меня какие-то планы там а он просто с ребенком вдвоем едут на какие-то мужские дела там я не знаю по машине там еще что-то уже денька чуть повзрослее уже там понимать какие вещи такие вот меня мне греет душу какие-то банальные вещи которых у кого-то они есть а у нас их вот нет именно вот этой бытовухи наверно да и вот честно бытовуха греет мне душу мысли о том что вот как это будет просто мы вечером пьем чаю смотрим телек в обнимочку классно как думаешь в начале отношений какие вопросы стоит задавать мужчине плен я считаю любые любые вопросы вот просто чем откровение вы с мужчиной тема лучше да ну естественно нужно иметь тактичность тактичность и немножко присматриваться к человеку что уместно что неуместно но я могу задавать любые вопросы и одни из первых вопросов как тебя зовут кто-то по знаку зодиака а чем-то занимаешься в жизни чем-то деньги зарабатываешь сколько тебе лет а был ли ты женат а почему вы расстались а если у тебя дети как часто это с ними видишься а где ты живешь я не знаю это но смотря что он будет говорить там но это как бы первый вообще это первая встреча первые там не не знаю полчаса час все вопросы из них из его ответов утекают там следующие вопросы ну как бы мне хочется всю картину собрать от человеке до чтобы как бы быстро определить его быстро определить его да и исходя из того что он ответит я его как бы определяю мне вообще интересно дальше с человеком общаться или он вообще не стоит внимания грубые принципы высказывания даже не хочу говорить и переубеждать или что-то там спорить зачем просто нет или человек просто импонирует как-то да он интересные вопросы интересные ответы ты понимаешь хороший человек когда можно дальше можно дальше иметь дело какой-то ну а дальше больше на втором там свидание там уже вообще можно разные задавать вопросы вплоть до вопросов интимного характера это как ничего страшного и что это всего лишь вопросы девушка которая задает вопросы интимного характера или в первый же день идет и спит с мужчиной это разные я не вижу ничего плохого в вопросах и интересах мне кажется это вообще даже говорит о какой-то открытости об и интересе во всех сферах да немножко даже открытости в плане как ты рассматриваешь человека в сексуальном плане да то вот если зашел разговор да не так что в лоб в этом сиди пьюти чая как тебе нравится сверху ли снизу грубо да и как-то вообще странно звучит здесь нужно чувствовать когда в какой момент да что за флюиды между вами что за игра какой вопрос лучше задать но я считаю что просто можно практически любые чувствуя вот их уместность следующий вопрос елена как твой муж относится к твоим поклонникам мужчинам честно мои поклонники мужчины они не рядом со мной и как бы я не принимаю комплименты от мужчин то есть когда мне приходят в директ какие-то комплименты от мужчин я их не добавляю даже в свою переписку то есть ну принять переписку я ее отклоняю эту переписку да если я вижу более настойчивый там парень как раз сутка поехали кататься да я даже могу заблокировать вот и но нет вокруг меня поклонников таких ярых которые бы как-то себя проявляли так потому что я себя сведу соответствующим потому что я веду себя соответствующим образом и как бы понятно я женщина которая нужен особый подход потому что есть мужчина которого я уважаю люблю как бы дает и что поклонники возможно они есть где-то но я их не знаю они не проявляются и слава богу так у меня разрядилась батарейка и пока заряжался телефон я уже успела перекусить был перерывчик небольшой продолжим дальше и надеюсь ничего не слетела слетела все следующий вопрос селен скажи как ты относишься к сожительству без брака естественно не один год длились отношения положительные или отрицательные такие отношения у вас были такие отношения у вас были я отношусь положительно вот как бы не то чтобы там отрицательные точно к этому не отношусь вообще очень все индивидуально но в целом как бы для меня брак это просто очень посредственная вещь это сделка я считаю не между нами двумя любимыми людьми а между нами там и государством да если вот она прям необходимо для каких таких вот моментов да там жилье получить там еще что-то кредита может какой-то взять или мало ли что да вот именно с государственной точки зрения то да если она для статуса какого-то важно кому-то где этого устраивайтесь на работу и там важно какого статус женат не женат вот такие моменты да 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 это важно а если вот в плане для двух людей которые любят друг друга и собираются всю жизнь вместе прожить я считаю это не столь важная вещь какие отношения у меня были и по сей день они у меня есть сейчас я с мужем мы шесть лет вместе вот и в принципе мы могли бы расписаться могли бы но как-то не те условия не так чтобы прям надо бежать словами голову что это так важно как бы мы ждем более подходящего момента если нам захочется то мы это сделаем а пока как бы не суть важно необходимости какой-то нет в этом вот до этого я тоже встречалась два года с человеком и жили вместе и у нас и речи вообще не было о том чтобы мы узаконили наши отношения два с половиной года у меня до этого были самые длительные отношения два с половиной года именно прям жила с человеком два с половиной года и тоже у нас мысли не было о том чтобы узаконить свои отношения хотя все было так достаточно стабильно и вроде бы казалось что вот оно и все вот так вот оно и будет я ушла потом через два с половиной года мужчина как-то не заикался хотя я полностью понимала что я у него лучшее что случилось в его жизни на тот момент сейчас не знаю как у него жизнь складывается но как бы я не парилась об этом что что мне там не делать предложение или еще что-то мне вообще казалось что еще молодая еще много времени должно пройти я не знаю даже что должно было бы пройти чтобы мы расписались поэтому в принципе положительно отношусь для меня это не что-то такое что не расписано все пишет мне хотели бы вы свою свадьбу надеть белое платье торжество и вообще считаю что в девушек у которых была свадьба торжество белое платье для них уже вот это вот все дело не столь важно и они уже расписываются там просто там события на деле там платьица пофотографировались кстати недавно у миры была свадьба и у нее роспись была в москве да а сама свадьба была в ростове шикарная такая и вот у них роспись была такая вот знаете вот я примерно такую и вижу в целом вот если мы захотим расписаться да такая знаете праздник для двоих то есть взяли фотографа там были родители да вот здесь возможность у них прийти то без проблем родителей можно позвать и все и вот вы расписались там не не пышное платье какой-то скай костюмчик такой да там вот фотосессия вдвоем там фотографа взять и вот вот и все такое видео сделать фотоархив какой-то небольшой до красивы и все и уехать вот куда-то вот отдыхать вот сразу же вот это для меня самая суперская а вот это торжество конечно уже но не нужно ни мне не ему не сил уже выдержать это торжество я даже была на свадьбе уже понимаю что вот все скачут пляшут тра-та-та-та а я уже такая там вот чайок победы сериальчик посмотрели какая вообще не хочется возраст возраст девчонки да он дает о себе знать и конечно же и свадьбы в таком же духе проходят наверное да и мне кажется первый раз если не было у девочки свадьбы белые белые фаты то конечно все хочется это максимально торжественно все супер взяли когда то это уже было да то тоже относишься к проще и тебе достаточно вообще за грязной головой пойдем нам распишемся как бы все штампы поставили и пошли делами другими заниматься чуть ли не так да но вообще я блогер и я публичный человек и мне интересно просто делать красивую картинку какую-то да и что то и для нашей памяти для красивых фотографий для архива там для того же ребенка до которого посмотрит как там было какой-то свадьбы да и мне всегда нравилось когда мама показывала я смотрел эти фотографии какая у нее там шляпа была какой-нибудь платье как они выглядят эти росписи все это очень увлекательно интересно эта история и в принципе я люблю что-то красивое создавать поэтому я бы наверное если у нас когда у нас будет до этот момент предложу своему мужчине наверное будет капризничать потому что он вообще не любит фото видео все съемки да но я думаю что я настою на своем и я бы что-нибудь придумала знаете вот когда мы там на берег моря куда-нибудь поедем вот там вот хочу красивую арку какой-то платье такое на такое летящие летящие что-то такое создать для видеофото вот на такое типа свадебную такую историю небольшую но торжества собирание гостей а салюты большой торт собирание на детей подарки а вот вообще вот вот дома да нет вот я уже этого не хочу мне это было и у мужа он был женат но не помню было у него это или нет вопрос как бороться со своей ревностью и страхом потерять человека ведь я его очень люблю и порой не хочу делить ни с кем абсолютно друзьями в отдельных случаях с родными селена подскажи это болезнь нехватка внимания или что-то еще нехватка внимания или что-то еще вы знаете я думаю что это всего по чуть-чуть как будут намешаны тут нужно из собой самой собой работать да и понимать где у тебя зашкаливает ревность она неадекватная а где все-таки имеет место что с тобой где-то может быть не считаются или тебя как-то не замечают и ты бы хотела чтобы тебе было больше внимания вообще нормальный человек куда лучше всего встречаться с таким же ревнивым человеком он будет вас понимать как никто вот сильно ревнивый и неревнивый человек это конечно ядерная смесь и смесь потому что неревнивый человек не будет понимать вообще целом к чему ты ревнуешь это же нормально да и это будет вечный скандал поэтому очень круто строить отношения с таким же параноиком как и вы и тогда если цель у вас не убить друг друга и не за параноид конкретно друг друга а цель у вас просто обезопасить друг другу не давать никаких причин вообще для ревности если вы друг друга любите и максимально заботитесь друг о друге то просто вы будете знать где и что как надо делать что ваш человек ваша ревнивая половинка была спокойна вот соответственно все равно какая-то работа над собой она будет происходить потому что но есть моменты которые как бы все-таки нужно прорабатывать самостоятельно еще вот поэтому как бороться честно очень сложно бороться с ревностью когда тебе провоцировать провоцировают они и да и когда с тобой не считаются и не заботятся о твоих чувствах и считают нормой то что тебя очень сильно внутри там обижает и как бы да и не понимают очень сложно то здесь маленькая финтиклюшечка вот играет понимаете ребят ребят мои и не проглотил поэтому над собой конечно работать стоит но если не получается то для меня очевидно всегда было одно что нужно найти мужчину который не даст тебе ни малейшего повода для ревности у меня такой мужчина просто и вот я недавно кстати с кем-то встречалась сколько-то девочка разговаривала и вот она мне как раз таки и сказал где же где же где же где же ты спросила и она прям так говорит что мы не даем друг другу повода для ревности как бы зачем мы заботимся до чувстве друг друга кто мне это говорил недавно и писать и не помню и не так много с кем общаюсь то что это не не кто-то из моих или кто-то из моих подруг до ушли носик happy это говорила мы заговорили об этом то и она говорила что мы не даем друг другу повода для ревности я представляю сразу примерно что это вот вот как у нас да люди любят друг друга уважают они строят семью они зрелые да и как бы заботятся друг о друге и конечно же не будет никаких вот этих непонятных движений доверяешь человеку и но доверять тебе и это самое лучшее для того чтобы работать со своей ревности а спит крепким сном токсичные родственники как вести себя когда тебе говорят гадости близкие на ровном месте оскорбления и принижения на моих глазах мою маму используют и никогда просто так не позвонят мама отказать не может я не могу повлиять все попытки переходят в ругань между родственниками и я во всем виновата учат жить даже не знаю подробности нашей жизни у них лучше а вот у них то и мы дураки совсем я на самом деле не не спорила и не пыталась бы доказать что-то да попробовала бы знаете вот не знаю мне пришло так голову я бы попробовала если люди вот такие вот умные да они знают что у них лучше чем у других попробовать их прям вот хвалить за это им возможно именно этого и не хватает чтобы их оценили что они умные что они знают лучше что их слушают да и вот прям сказать спасибо за совет подарить подарок какой-то лишь не рассказать ну вы такие мудрые не с подколом да вот правда вот попробовать вот так вот искренне а потому что люди которые это выпячивают да пытаются вот прям учить кого-то да вот нарочито там где-то переходят даже вот какие-то грани они просто просто вот хотят показать это что они вот такие вот умные и вот им не хватает вот этого кода принятия что ли других да и вот исходя из этой проблемы что людям так вот этого не хватает я бы им дала почувствовать себя дают совет спасибо большое за совет спасибо это же за позы дают советы и все это делают и точнее от того даже чтобы может затюкать а может просто они не умеют правильно давать советы и кажется что они там унижают оскорбляют ну не то что кажется они так может быть и делаю да но не из-за того что они этого прям хотят сделать они хотят сделать как лучше да не горит вы неправильно живете живите по-другому именно потому что по-другому вы будете счастливы да вам будет лучше вот так правильно и вот можно быть где-то вот подыграть вот в эту игру это же родственники нам же нужно сохранять отношения нежели рвать и попробовать от родственников не убежишь не хотя можно уж если кардинально смотря какие родственники опять же это все так индивидуально то есть вот я в общем что почувствовала до что не так все страшно да и можно было бы просто вот от этого пойти спасибо сказать за советом лишний раз прийти неправильно возможно они где-то правда не правы понимаете возможно просто чувство собственного достоинства что тебе вообще учат заставляет тебя отталкивать эти советы и не слушать и воспринимать в штыки и все да на самом деле может быть они где-то правы может быть действительно стоит где-то прислушаться и прям сказать спасибо спасибо за заботу за советы что-то попробовать сделать и они совсем вот 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 прям восхититься полюбить их и мне почему-то кажется что они могут отплатить той же монетой в ответ я знаю людей которые хейтят просто все и вся вокруг но если абсолютно не важно кто даже если этот человек просто полное говно в глазах всех но если этот человек полное говно вот к тому кто всех кейтит хейтит но даже если этот человек полное говно но к тому кто всех едет обернется с любовью просто скажет поле ты такая вообще нереальная красивая умная мудрая все на свете вот этот хейт просто всех порвет вокруг кто что-нибудь плохое скажет на это говно понимаете самое лучшее в нем достанет всем покажет будет защищать понимаете так чему я говорю что вот подарить его что они просят да эти люди так вот может быть не очевидно да вот и увидите как они начнут вас любить защищать где-то поднимать оправдывать и мне кажется это может быть очень интересным ходом попробуйте как простить себя за ошибки прошлого как отпустить ситуации слушайте ну ситуации разные ошибки бывают разные смотря к чему они приводят в любом случае в данный момент можно всегда найти куча плюсов главное делать правильные выводы со всего этого да и просто уже не повторять ошибок прошлого вот и всегда можно найти себе оправдание мы все не идеальные все мы прошли через какие-то ошибки и я считаю вообще чем больше мудрости у человека и какого-то опыта и знаний до тем больше всякого говна он съел жизнь и ошибок поимел обычно люди учатся на своих ошибках и значит такой вот и поэтому ну-ка как как не отпускать мы молодые где-то глупые о неопытные не знаем чего-то поэтому оказываемся в каких-то ситуациях но теперь мы видим знаем и мало того что сами знаем никогда в это не пойдем да ты соответственно мы можем еще и другим помочь дать совет только бы они нас услышали вот поэтому все это дает нам мудрость знания опыта это все очень ценно поэтому у меня в жизни тоже было много всякого всего уж поверьте и благодаря этому я вот сейчас сижу с вами разговариваю чувствую то что я чувствую да вижу то что я вижу планирую то что я планирую живу как я живу я благодарна всему что было в прошлом за то что я имею сейчас и ничего бы не хотела потому что возможно маленькое что-то я бы поменяла и уже могло бы все пойти не так и уже бы я здесь не сидела и не чувствовала то что я чувствую поэтому с благодарностью надо относиться каким-то таким вещам а главное делать правильные выводы понимаете ну то есть вы могли сделать даже какое-то что-то страшное вы могли там я не знаю что-то украсть обидеть очень сильно кого-то но поймите почему вы это сделали тогда поймите что вы сделали ошибку сами для себя да простите себя за эту ошибку поговорите с самой собой почему так получилось почему так сложилось и что вы жалеете об этом и что вы не хотите чтобы так было в будущем и обещаете себе что никогда такого не будет вот и все и ситуация отпускается и дальше идете более умной светлой головой а вот и все это был последний вопрос все мои хорошие опять три часа наболтала вам мне так было приятно с вами пообщаться провести свой монолог нет мне правда очень ценно эти вопросы это правда одна из моих любимых рубрик и честно вот если моя жизнь прошла вся вот в этих рассуждениях разговорах и так или иначе моя работа и деятельность было связано с этим просто я не знаю что конкретно чем конкретно должна заниматься что вот она именно так и происходило наверное это и вот единственный блок это вот единственно что то что мне действительно приносит удовольствие даже связано с этим свести какие-то надо там быть психологом каким-то коучем обучиться на все это дело да там это это другое это другое я не люблю по шаблонам как-то все это доделать и я не хочу чтобы это было моей работой у меня вот идет все как-то изнутри да и я безумно удовольствие получаю отвечая на вопросы да и мне кажется что вот что-то важное что-то важное происходит когда я это говорю и я надеюсь что те кто должен был это услышать он услышит и я желаю вам только счастье правда я так хочу чтобы все были счастливы что девчонки получили то о чем они мечтают мужскую защиту плечо заботу какое-то собственное саморазвитие собственное достоинство мудрость опыт получили все это правильно несли чувствовали себя реально вот кайфово вот так вот стабильно внутри очень очень и вот все что я говорю отвечая на все эти вопросы моя главная цель если я хоть 00001 процент в этом мире засею да где-то даже мысль как интересно идею интересно которая приведет каким-то большим крутым результатом поворотным событиям жизнь я буду очень счастлива но так она и происходит иногда вы пишете свою обратную связь я правда очень радуюсь все мои хорошие вас люблю целую прощаюсь до следующего видео надеюсь я была полезна лайк подписка ждем новых видео и пока пока